А теперь отдохнем от супергероев и расскажем об обычных людях. В Москве полным ходом идут съемки фильма «Все сбудется», несмотря на то, что за окном апрель история новогодняя руководит процессом режиссер Арман Геворгян, который известен по романтической комедии «Нереальная любовь». В новом проекте заняты российские звезды Алена Бабенко, Анатолий Белый и Оксана Акиньшина. Наша съемочная группа встретилась с командой новогоднего фильма. Герой Анатолия Белого похож на идеального кукольного Кена. Рядом его жена, которую играет Алена Бабенко, хлопает огромными ресницами и сама, кажется, берет пример с Барби. Именно так видят своих родителей и вообще весь мир вокруг девочка Света. Чем прекрасен этот фильм? Тем, что повествование в нем идет от лица ребенка. И вот эти глаза ребенка, сегодня даже эти сцены, которые мы снимали, это и есть глаза этого ребенка. Во взгляде на мир ребенка все намного проще и как-то правильнее. Мы себе очень усложняем многое сами в жизни. А детский взгляд он упрощает и, с одной стороны, он очень прав этот взгляд. Анатолий Белый играет в фильме «Мужа и отца семейства». Он попадает в классическую ситуацию. Запутавшись в себе, он теряет голову и влюбляется в молодую красотку, которую играет Оксана Акиншина. Для нее роль бесчувственной любовницы нетипичная. Да и видеть себя в семейном кино актриса не привыкла. Я играю обычную какую-то московскую телочку, которая отбивает какой-то момент, охотится за счастьем женским, отбивает момент, разрушает семью. Я так перенасытилась в какой-то момент в своей жизни серьезным кино, что сейчас мне комфортно в каком-то романтическом семейном кино. Но, естественно, когда-то хочется разного. Конечно, как и в любой новогодней истории, мечты просто обязаны сбываться. А ведь Света больше всего на свете хочет, чтобы родители были вместе. Помогает исполнить желание Дед Мороз. Правда, не настоящий. Это всего лишь переодетый обаятельный аферист Мышкин. А что будет дальше, создатели фильма держат в секрете. Лишь намекают, накануне Нового года может произойти все, что угодно. Даже чудом. Для меня абсолютно очевидно, что любовь побеждает все. Даже когда случаются такие критические ситуации, и, казалось бы, никто друг друга не может простить. И только то, что он возвращается к ней, и она его принимает, доказывает. Это и является событие доказательством тем, что они друг без друга не могут и любят друг друга по-настоящему. То есть они оба прошли это испытание. Съемки фильма уже подходят к концу. Впереди монтаж и озвучивание. Готова картина будет как раз к Новому году. Наталья Дюжикова, Александра Корчагина. Специально для Культ Просвета.